Господь нам говорит, будьте как дети. Но, к сожалению, греховная природа, которую наследуем мы после грехопадения, она такова, что даже маленького ребенка, когда происходит таинство крещения, священник говорит, и жене из него всякого лукавого, нечистого духа, сокрытого и гнездящего в сердце Илья. Семилетнего возраста Церковь благословляет детей исповедоваться. Наверное, здесь должно быть доверие ребенка. Он должен увидеть добрые глаза священника. Священник должен говорить с ребенком на равных, не свысока. Учителей у него будет хватать. Много учителей в школе, в кружках и в других местах. Все учат, а вот друзей маловато. И это очень важно, чтобы был вот этот момент доверия. Потому что можно ребенка носить, водить за ручку до определенного возраста в храм. Но нужно, чтобы это все было осмысленно. А это очень трудно. Воспитывать детей очень трудно. Легко их заставлять, командовать, подавлять. А вот убеждать и помогать им, это очень трудно. Если мы говорим о ребенке, о борьбе за ребенка, за его душу, которая как губка впитывает, впитывает все, что его окружает, а окружает-то мир, и не спрячешься на самоизоляцию, не оденешь никакую маску, тут надо, чтобы было у ребенка противоядие от греха. Чтобы был пример жизни. Жизни красивой, жизни, в которой же был бы Бог. Дети чаще всего каются в непослушании, в том, что они сказали неправду родителям, не выполняют домашнего задания. Редко рассказывают что-то ненужное. У взрослых чаще происходит ситуация, когда они рассказывают историю, делятся чем-то. И очень часто это уходит вообще в осуждение других людей. Дети реже обвиняют кого-то в чем-то. То есть их исповедь по времени короче, но она более предметна. Мы верим, что Бог действует в этом таинстве, когда человек проговаривает то, что его огорчает в жизни, получает прощение грехов. И Господь наполняет сердце, душу благодатью. Это огромный дар, огромная поддержка. И благодать может реализоваться и принести огромные плоды. Очень важно настроиться на то, что должно быть действие. Даже самое небольшое. Поспешить, примириться. Очень важно это послушание родителям, послушание учителям. Если человек делает усилия, то он получает большую помощь. Насколько важно настраивать детей на благодарность. Мне кажется, что на исповеди можно не только каяться, но и благодарить Бога за те дары, радости, которые происходят в жизни. Наверное, это такой универсальный подход. Нужно людей очень жалеть и бережно к ним относиться. Поработать и не пожалеть на это и времени, и сил, наверное, родители обязаны. Но здесь, наверное, надо взять ручку, может быть, и карандаш, и вообще вывести ребенка на какой-то серьезный разговор. Вот что бы ты хотел изменить в своей жизни? Что тебе не нравится? Где ты сделал плохо? Где ты подумал плохо? И объяснить, для чего это? Потому что, чтобы это не повторялось, чтобы измениться. Ты же хочешь стать сильным. Конечно, надо вдохновить ребенка. Если ребенок встретит в храме друга в лице священника, если его слово будет авторитетным, и он будет прислушиваться к тем советам, которые будет ему давать священнослужитель, то я думаю, что ему гораздо легче будет преодолеть те испытания, которые, чем старше он, будут на его жизненном пути. Приходит мама, например, и говорит, вот ребенок то-то и то-то делает, он там начинает покуривать. Мы у него нашли там банку пива, нашли сигареты, там еще что-то. Он хотел с ребятами там пойти вечером на какие-то там вечеринку, очень там, мы с ним поругались из-за этого, потому что он ребятам пообещал, а мы его не пустили. И вот поисповедуйте его, спросите у него. Спрашиваешь, он говорит, нет, я ничего не пил, не курил, там не собирался, там и так далее. А ребенок вроде бы с православной семьи, и ходил в воскресную школу, там и так далее. А бывает ребенок и вообще никогда не исповедовался. А у него спрашиваешь, он все говорит, да, да, и рассказывает о своих грехах каких-то, понимаете. Поэтому тут еще возраст такой. Нужно тоже быть осторожным. Я по некоторой неопытности... Ну вот столкнулся с такой ситуацией. Однажды девушка, подросток, пришла на исповедь. И я ее назвал по-мигу. О, привет, как дела? Потом оказалось, что это очень ее смутило. То есть она очень серьезно воспринимала исповедь. И потом, когда я об этом узнал, я уже стал более сдержанным. Как бы, ну, все-таки люди очень разные, дети очень разные. Бывает, ребенок приезжает, сегодня он как бы готов за тобой ходить, и действительно смотрит тебе в рот. Даже просит, давайте с вами там, и какой мне капец почитать, что мне, давайте я вам помогу. Ну, то есть вообще как бы не ребенок, а ангел. Проходит год-два, и ребенок это вообще уже никого не слушает, ничего мне не надо, не молиться, не поститься, не слушаться там. Вот переходный возраст. Тут надо и убедить, а в какой-то момент, понимаете, надо быть очень осторожным, чтобы не повредить. Потому что есть возраст, когда ты уже не... Если ты и потянешь ребенка, то последствия будут плачевные. Ребенок воспримет церковь как какую-то, понимаете, обязаловка, как вторая школа, куда надо идти, хочешь ты или не хочешь, потому что так хотят взрослые. Но я бы посоветовал родителям как можно чаще причащать своих детей, пока это возможно. И если они все-таки... У них будет какой-то уже опыт стояния в храме, исповеди, причастия, даже когда в переходном возрасте они могут отойти, я уверен, что они обязательно придут опять в храм. Я уверен в этом. Ну, так было и с моими детьми. Когда диктуется, когда не считается, когда нет вот этого воспитания, вот этой внутренней связи, нет дружеских отношений, тогда, конечно, в каком-то возрасте происходит разрыв, и ребенок уже в храм идти не хочет, потому что он видит все фальшивым, все неинтересным, скучным. Он не вкусил той радости, не увидел той красоты, которую... которую человек имеет в жизни с Богом. Очень часто ситуация, когда родители хотят видеть своих детей красивыми, хотят видеть своих детей в храме, молящимися, но сами не готовы свою жизнь как-то менять, не готовы сами идти на исповедь, и тут не спешить в это толкать и заставлять, а все-таки начать немножко с себя, пересмотреть свою жизнь. Первая школа – это, конечно же, семья, это, конечно же, отношения родителей, которые, конечно же, опять же, к сожалению, навсегда безупречны. Как часто дети приходят и со слезами говорят, что мама с папой ругаются, кричат друг на друга. И так ты видишь, что это ранит их детские сердца, это входит в них. К сожалению, когда они вырастают, они могут повторить этот пример. Семьи нету, у бабушки разведены, семьи нету, у мамы, которая разведена. И семьи нету у дочки. Потому что нет опыта жизни в семье, нет опыта смирения, нет опыта несения, немощи друг к другу. И внучки тоже наверняка в семье не будет. Если ребенок смотрит, что родители молятся вечером и утром, если они молятся перед едой, если они, родители, соблюдают пост, ходят в храм, то, конечно же, ему будет гораздо легче поприключаться на другую жизнь, когда вот ты пришел в храм, и ты перед Богом. Родители не проводят время вместе с детьми. Они доверили детей школе, доверили воскресной школе. Ну как, монастырь же не испортит ребенка. Очень важно родителям как можно больше времени проводить с детьми в беседах, в чтении совместном, в прогулках, в любых действиях. Папа могут мастерить с мальчиками, что-то строить, мамой рукодельничать. Вот любое действие, оно, его нельзя оценить ничем. Это бесценное время, инвестиция в свое будущее, в будущее ребенка, не только на земле, но и в вечности. Одно дело родить ребенка, а другое дело его воспитать, вырастить из него верующего человека. И без помощи семьи церковь не сможет оторвать ребенка от этого мира. Миру не нужен Христос. И поэтому все ложится на семью и, конечно же, на церковь. Хочется пожелать родителям, чтобы было немножко больше доверия Богу, чтобы было движение личное к Богу, стремление, борьба с грехом, со страстями. Господь, даже если родители ходят в храм и спорят и почищаются, ведь благодать, она же по неведомым нам каналам, она действует на все близких, особенно детей. Россия. Мы надеемся, что вот это зернышко любви Христовой, зернышко вот этого встречи души с Богом, все-таки может быть через много-много лет, но оно даст свой всход. Это надо обязательно помнить, что ни одна родительская молитва не пропадет, ни одна, но все будет иметь последствия на дальнейшую жизнь ребенка, который станет взрослым. В этом я убежден. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok